17 ноября во всем мире отмечают Международный день недоношенных детей. Его учредили в 2009 году, чтобы повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. О малышах, которые спешат появиться на свет, и о людях, которые помогают им выжить. Наш следующий сюжет. Уронили. Мишку. Папу. Оторвали. Мишки. Папу. Все равно его... Потому что он... Если бы Варвара не появилась на свет раньше времени, она бы готовилась к своему третьему дню рождения сейчас. По срокам девочка должна была родиться в ноябре 2017 года. Но 1 сентября у ее мамы Александры неожиданно отошли воды. Четыре дня я лежала на сохранении. Врачи боролись за жизнь. 5 сентября в 10.48 меня кисарили. Серегина, Анна Валентинна. Огромная ей благодарность. Вес чуть больше полутора килограммов, рост 43 сантиметра. Ребенок в тяжелом состоянии поступил в реанимацию, а затем в неонатальное отделение. После рождения маленькая Варя провела в больнице почти два месяца. Но и после выписки первый год своей жизни находилась под наблюдением врачей. Она все выдержала, она смогла. Вообще она у нас боец по жизни в принципе. Случай Варвары далеко не единичный. Количество преждевременных родов увеличивается с каждым годом. В одном только Люберецком роддоме за 10 месяцев 2020-го около 400 малышей попали в реанимацию сразу после рождения. 70% этих детей недоношенные. Мы выхаживаем глубоко недоношенных детей. Это дети с экстремальной низкой массой тела. Чем меньше срок, тем ребенку тяжелее выходить. Чем больше он требует и вложений, сил моральных и маминых, и наших тоже. Самый ранний у нас в роддоме это 24 недели регистрации. Только за последние три недели прошло. Три таких случая живые находятся в отделении реанимации второго этапа и выхаживаются. В настоящее время в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства находятся четыре малыша. Два мальчика и две девочки. Врачей-неонатологов родители недоношенных детей без преувеличения называют ангелами-хранителями. Каждый год 17 ноября сотрудники Люберецкого роддома проводят встречу со своими особенными пациентами. Этот праздник они называют ласково – Днем маленьких детей. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.